1-1-2-2-3-2-3-4 ВЕСЕЛАМ Аххх. Ты знаешь, однажды я понял, что я ОХЁЕНЕН. И... дело в том, что... мне друг скинул уён… какой-то канал, совершенно. Я перешёл на него, конечно же. Ну, он сказал, посмотри, годнота, говорит. А... я перешёл. Эээок... Ну, как бы особо не удивился. Пиздец, конечно, но всё равно То-есть... Я думаю вы знаете о чем я. Баян, можно сказать. Не люблю это слово, но приходится. И, собственно, я это к чему говорил-то? А, да, к тому, что, блядь, вот сейчас я хочу показать ролик, ну, интересный момент из ролика, который мне очень понравился. Ладно, я задам тебе другой вопрос. Ты женат? Ага, замужем. Да, смешно, почти. Больше всего мне непонятно, на чем держится этот проект. Посмотрите, какие там пиздатые шторы. Мне бы такие. Далее, единственное, чем занимаются все блогеры сейчас на ютубе, это хуесосят подобные проекты. Я думаю, ну, можно тоже заняться этим идиотизмом. Смысл такой. Людей учат взрослых людей видеоблога. Ну, это как бы идиотски звучит. В современном мире, например, родителям вообще нехуй делать, точнее, неохота ничего делать, и они могут отдать ребенка, например, отдать на кружок по обучению катанию на велосипеде, ну, двухколесном. Например, хочешь научиться кататься на двухколесном велосипеде? Мы тебя научим. Себе 500 рублей час или 1000 час. Ну, короче, идиотизм. Но здесь такая же херня. То есть, учит тому, чему человек сам может научиться, в принципе. Вот я, например, взял, сел за компьютер, там, вот, ну, микрофон есть какой-то, да, там, уёбская камера, да, еще что-нибудь, и начал пороть херню. Ну, еще что-то в этом роде. Лес не зайдет, не зайдет, ну, в общем, плевать. Вот интересные фрагменты из одного выпуска. Вы все говно! Не, ну, это пиздец, конечно. Такого я точно не ожидал. Хотя от этого дерьмища, я думаю, вообще неудивительно то, что сейчас происходит. Я, конечно, понимаю, что это все Стёб, типа, он на карете, типа, он царь и все такое. Но, по-моему, немножечко перебор. И, мне кажется, вы меня поддержите в этом плане. Тут вообще, мне кажется, можно озвучить все что угодно. Ну, просто переозвучку по фану, типа. Ай, твою мать, стринги жмут! Он идет такое чувство, как будто ему, там, левый стринг переезжал, там, в правое яйцо, например, да? Ну, посмотрите, серьезно. Если тебе смешно, узник Аскабана, ты будешь жить вместе с моей лошадью. В хлеву. Ты понял меня, раб? Целуй мою руку. Или соси мой член. Интересно, а есть ли у него спросить, там, я не знаю. Скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к тщеславным людям? Я воспитывался в очень приличной семье. И поэтому считаю, что тщеславие это грех ебать. Нахуй. Таких мразей нужно сжигать на костре. Блять, меня мамку убьет за это, чтобы ебать. Блять! Мне кажется, моя пиздатость, она зашкаливает. Главное, это огромное количество очков. Вот. Да? Зачет, ёпта. И сразу подписчики пойдут. Угу. Сука, какой же я оху... Как говорится, дальше лучше. Но, однако, один из вас справился с заданием лучше всех. Это я, сучки. И этого человека зовут... Вот этот чувак. Слушай, а мне кажется, у него имя есть как бы, нет. Не знаю, может я ошибаюсь. В следующих кадрах, я думаю, мы сможем увидеть всю актерскую способность участников и ведущих. Тем более. Потому что просто так на такие шоу никто никого не берет. Обязательно нужно пройти кастинг, там, по актерскому мастерству и прочее. Ну, вы поняли, короче говоря. Передо мной на столе выложены три фотографии участников, которые попали в номинацию. Поэтому теперь я тебя приглашаю к столу выбрать одного из них. То есть этому чуваку заранее сказали, мало, ты избранный, поэтому выбери тех, кто выйдет, вылетит из этого проекта. Женя. Нет. Только не Женя, пожалуйста, блять. Еще бы знать, кто это. Помнится, как однажды сказал мне мой дед. Мальчик, ты приемный. Кстати, напомни, как тебя зовут. Все, ты вытянул. Блять. Тебе было предоставлено право вытянуть одну фотографию. На ней участник, который покидает проект Хайф Кэмп навсегда. Ты вытянул фотографию. Мне не объяснили права. Ты встаешь обратно. Ты вытянул фотографию. Мне никто ничего не объяснил. Илья, Илья, ты вытянул фотографию. Мне не объяснили. Я почти поверил. Но я в гневе. Мне не объяснили просто. Я сейчас разозлюсь. Я уже в гневе. Пошел нахуй. Ну иди сюда, попробуй меня трахнуть. Я тебя сам трахну, ублюдок. А на низ, чертов, будь ты проклят. Иди, идиот. Трахать тебя и всю твою семью. Фак ю, мэн. Сегодня шоу покинут два участника. Илья, продолжай. Стоп. Продолжай. У тебя есть еще? Вы издеваетесь? Блять, не, не то, не то. Надо мотивчик какой-нибудь набрать. Топ. Вы что, издеваетесь? Да, сука. Да, так я ему и скажу. Пускай соснет. Все-таки актер из меня. Стоп. Потом тебе что-то резко не понравилось. Я начала его переделывать. Почему так случилось? В смысле я не понимаю. Как… Понимаете? Тогда мне тут не приятно, что я ты получишь. Простите, но просто так мне ты получишь. Стоп. Ш Produk siguiente жабий король. Скончался. Единственное, что мне непонятно, это, почему и какого хрена здесь делает Краязева Гахэлл и Макс 100 500. Я думаю, вам стоит посмотреть на его реакцию, на его поведение вообще на этом шоу. Ну его нахуй я свариваю. Я думаю, что здесь замешаны наркотические препараты. Не, ну серьезно. Посмотрите на его вообще глаза и как он себя ведет. Ой, блядь, как штырит, ебаный. Ты делаешь отлично. И наставники, приглашенные гости, выбирают тебя как лучшего участника. Ага. Но, Дань, почему так? Все, чуваки, я в говно. Это была шутка. Но вообще, ситуация очень интересная на самом деле. Что за херня, ребят, вы посмотрите, его просто колбасит не по-детски вообще. Ой, коленочка какая. Я б тебя вы... Вы знаете, у меня есть даже объяснение этому. Ведь, чтобы стать ведущим такого шоу, необходимо всего лишь две вещи. Кокаины, шлюхи, вот и весь рецепт. Да ладно! Фигадно! Ладно, идем дальше. Скажи, пожалуйста, ты помогаешь участникам с монтажом, видишь, как они монтируют. Кто, на твой взгляд, самый способный из них? К монтажу? Кому я помогаю? По монтажу, по съемке. Ты сама блогер. Кого ты видишь на ютубе? Не знаю, кого вы, ребят, видите на ютубе, а я вижу только ноги Кати Клэп. Хотя, вы знаете, она мне вообще не нравится, честно говоря. Просто мне иногда хочется кого-нибудь выебать прям вот сильно, по самый никуда. Особенно вот из этого проекта кого-нибудь. И будь я геем, начал бы с Данилы Комкова. Сладкий. Вы знаете, я, наверное, думаю, на сегодня хватит этой расчлененки полной, да? Поэтому всем удачи, всем пока. Жду ваших оценок положительных, подписок и прочего дерьма. А я пока пойду что-нибудь сделаю.